Галюнечка, слушай, ты не знаешь, что это такое может быть у котика? Тут какой-то котик просто на заправке с лапками. Можешь подсказать, что это такое может быть? Красивый котик. Подобрали сейчас на трассе между Ефремовым и Становым. К сожалению, у него вот такая особенность с лапками. Необходима помощь, лечение котику. Очень нужна помощь. На тебе лежать всю дорогу. Кто-то я выкинул, вот прям на заправке оставили. Я спросила, они сказали, что на заправке оставили. Ходит очень плохо, вот, как видите, лапки вот такие. Давай, мы тогда его закроем, он лежит нормально, сейчас он стоит. Так, мы собираемся в клинику. Глазик у него сильный, видишь? На, сейчас. Ну, лапу покажем уже, убрать. Лапу сейчас у врача на столе все покажем, потому что он не любит поворачиваться. Давай переноску, ну, только присадим. Леночка, я сейчас давай сниму с девушкой. Котик спокойный, хороший, ласковый. Муркочит, жалко так, слушай. Мы ведь профаленция. Надо взвеситься. Шикарно. Видно? Угу. Ужасно. Давай, сразу сколько ребенок, видишь? И фотографии ли не забыла? 4 600. Вот и у меня крупный мальчик. Не бойся, ребят. Мне бы сейчас понять, что делать. Пытались их оперировать, заглядывать вот эти остеофиты, они опять растут, потому что это остеохондродисплазия. Это... 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 Ну, такое заболевание генетическое. Вот болеет... Болезнь веслоушек, да. Да, болезнь. Сломанный ген. И шотландцы, и британцы, да. Поэтому, скорее всего, наверное, его из-за этого и выбросили. Ставь, ставь. Я думаю, да. Он входит хоть вообще? Да. Ну, просто нужно... Так вот у нас вход. Ох, еще и не стерилизованы, не кастрированы. Просто нужно вот эти тогда раны залечить. А мы их не сможем, на самом деле, залечить? Знаете почему? Потому что все идет, понимаете? Нет, я имею в виду открытые вот эти. А так а мы... Ну, он все равно будет их... Разбивать, конечно. Конечно, он разбивать, он где-то запрыгивает, где-то спрыгивает. Смотрите, у него даже... Ну, это понятно. То есть, такие у стюкзи, ты даже пальцы не гнешь. У него пальцы гнешь. Ну, а что вы скажете? Сейчас вот вроде в Обнинске в биоконтроле делают лазерную... Какую-то там... Ну, удаление. Останавливают как-то там... То есть, они как-то на рост, что ли, влияют? Я не знаю. Ну, да, останавливают, что ли, рост. Какая-то лазерная фигня. Дело в том, что, видите, у него на двух лапах. Такая проблема еще может и на позвоночнике быть, и даже и на хвосте. Вот хвост, видите, тоже такой не гнется. Видите, хвост? Это уже... Это тоже там такая проблема. Ну, ребенок молодой, посмотрите ему зубки, пожалуйста. Примерно верно, молодой. Ой, он еще какой-то бледненький, блин. Как бы у него какая инфекция не была, потому что... Ну, скажу, что жалко. Глазикам, да, глаз болит. Что у него там с глазиком? Глаз воспаленный сильно. О, господи. Вот надо к офтальмологу показаться. Может, это тоже связано с какой-нибудь проблемой. Заворот, вверх, 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 вверх. Обе лапки, боже мой, бедный котяра. Вопрос в том, что мы будем залечивать вот эти вот... Да, там будет регенерироваться как-то ткань. Но он все равно опять пошел, опять запрыгнул, где-то что-то содралось. Ничего, все равно лечить надо. Ну что, нестероидно-противовоспалительное, наверное, да? Ну да. Антибиотик. Снимки будем делать? Надо снимки посмотреть? Нет, антибиотик сейчас сделать. Давайте сделаем. Антибиотик надо, да, чтобы во избежание инфекции. Какой-то курс потом подождать, да? Больный ваш. Не убейся, ребенок. Да. Делаем, поэтому вы можете пока выйти прикрыть дверь. Да не надо. Все, Лид, пойдем. Выходите, да, мы на вас защиты не... Вот у нас слева, а вот это у нас справа. Можно мне по очереди каждый сфотографировать? Да-ка, а можно вот так вот. Давайте, давайте. Давайте по одному. Так, хорошо. Поражение полностью скакательного сустава, включая сустав, да? То есть здесь только ампутация. Не поможет никакая хирургия, консервной, я имею в виду, вот именно здесь местная. Только ампутируется и ставятся туда протезы. Протезы – это индивидуальная вещь. То есть делается компьютерная томография, подбирается протез. То есть где-то, он будет, говорит, порядка 200 тысяч, одна лапа. Сразу все не оперируется. Да, оперируется, да, оперируется по очереди. Между этими операциями от двух до трех месяцев должно проходить. То есть первая оперируется первая лапа, потом оперируется вторая лапа. Ну, мы говорим, что это. Да, соответственно, гарантий тоже никаких нет. Почему? Процесс заживляемости тоже не очень хороший, потому что кости структурно, видите, какие они прозрачные. То есть тут может лопнуть кость, когда будет там ставить протез. Или еще какие-то непредвиденные моменты могут произойти. Это раз. Хорошо, если даже мы, например, прошли эти два этапа операции, и все хорошо, то в будущем, чаще всего, говорит, может еще и позвоночник зацепить. Но, как правило, все начинается с пяток, и пятками заканчиваются. Это мне говорит хирург. То есть 50 на 50, что в позвоночнике может там что-то произойти в будущем. То есть сейчас мы все залечим? Но мы сейчас не залечим, потому что вот эта проблема, она все равно будет расти, и будет кожу все равно травмировать. Я обращаюсь к вам, друзья. Человечество создало их, искалечило. Я обращаюсь к тем, кто еще остался человеком. Помогите им дожить. Помогите найти им семьи. А если нет, то хотя бы помогите найти им хорошие условия на тот остаток, что им осталось. А осталось им немного. Я обращаюсь к вам, люди, кто еще не переродился, и кто сохранил в себе человечность, доброту, сострадание, милосердие. Кто еще остается человеком? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...